Приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас очередной гендерный торт, только в этот раз у нас уже будет мальчик. Торт у нас будет очень интересный внутри. Все детально покажу, расскажу и приготовим вместе. Для этого мне надо приготовить для начала бисквит. Для начала нам надо взбить яйца с сахаром в пышную пену. Все продукты у меня комнатной температуры. Один торт это у меня будет заказ, то есть я отдаю на заказ. А второй торт я сделаю немножко поменьше, чтобы мы с вами разрезали и посмотрели, какой он внутри. Как я чаще всего и делаю. Дальше в яйца добавляем сахар, а также ванильный сахар. Устанавливаю чашу и взбиваю до пышной пены. Пока взбиваются яйца, тем временем надо сделать микс из сухих ингредиентов. То есть соединить вместе соль, разрыхлитель и муку. Просеем через сито все. После того, как яйца взбились в пышную пену, воду надо нагреть в микроволновке. Пока вода нагревается, тонкой струйкой вливаем молоко и растительное масло. И теперь вливаем горячую воду. Все время перемешиваем. Количество всех ингредиентов указываю внизу в описании под видео. Нажмите кнопочку еще и там будут все ингредиенты. Я оставлю ингредиенты на размер торта диаметром 18 см. На этом этапе нам надо добавить краситель. Так как у нас будет мальчик, мы берем синий краситель и понемножку добавляем в тесто. Накрываем, перемешиваем. Надо еще добавить. Никогда с красителем не спешите, не добавляйте много, лучше несколько раз понемножку. Итак, яичная смесь покрасили в голубой цвет. Сейчас смешиваем с мукой. Далее нам надо соединить сухие и жидкие ингредиенты. И вымешиваем все аккуратно лопаткой до объединения. Во время вымешивания я добавила еще немножко синего красителя, так как он у меня немножко был бирюзовый. И вот такой вот цвет получается. Дальше разделяю на формочки. Будем выпекать. Вот у меня два кольца. Дно обернула фольгой. Сбрызгиваю их. Справим растительное масло. Можно смазать масло. Можно растительным, можно сливочным маслом. При помощи половника распределяю тесто по формочкам. Чтобы получилось равномерное количество и там, и там, в каждой форме. Духовку разогреваю на 170 градусов. Выпекаем такой бисквит на низкой температуре, чтобы не потерял цвет внутри. Выпекать буду приблизительно 45-50 минут. И отправляем выпекаться в духовку. Итак, коржи мои выпекались 1 час и 5 минут. Сейчас даю им немножко остыть. Потом достану из формы и до полного остывания оставлю на решетке. Проверяю готовность коржей на сухую зубочистку. После того, как бисквиты остыли, обмотала их пищевой пленкой и убрала на ночь в холодильник. Также приготовила ганаш на белом шоколаде и убрала в холодильник. Как приготовить ганаш, видео есть на канале. Ссылку оставлю внизу в описании. Далее, сейчас утром достала ганаш. Разделила его на 3 части. Ганаш буду окрашивать в разные цвета. Белый оставлю для основы. Голубой и розовый для декора. Эти цвета буду окрашивать. Разделила на 3 части. Белый и голубой будет в одинаковых пропорциях и розовый немножко меньше. Для начала начинаем взбивать белый. Дальше беру голубой. У меня сухой краситель. Вот такой вот. На натуральной основе. Голубой крем готов. Вот такой вот цвет получается. Точно так же проступаю с красным, то есть розовым. Но для этого венчики надо промыть, иначе цвет будет грязный, не будет чистый розовый цвет. И красный. Вот такой вот. Тоже натуральный. На натуральной основе. Итак, теперь достала бисквиты. Хочу их разрезать на ровные коржи. Крема надо убрать, чтобы туда не попали крошки. Подготавливаем коржи. Обрезаем, где есть вот такие вот темные края, чтобы остались только светлые цветные... только один цвет, чтобы осталась серединка цветная. Подрезаем, подравниваем, подготавливаем. Тонким слоем обрезаю дно, то есть вот этот коричневый цвет. Послушайте, насколько сочный бисквит получается этот. Дальше нам надо вырезать центр. Я вырезаю бокалом, но можно использовать любую вырубку. Дальше надо сделать крем-чиз. Для этого я использую сыр Филадельфия, жирные сливки и сахарную пудру. Сливки и сыр должны быть холодные из холодильника. Сразу всё добавляю в общую посуду, в общую ёмкость. Также в сахарную пудру. Вот я купила сахарную пудру, она взялась с крупиночками. Для крема это подойдёт. Но если вы будете делать макаронс, то эта пудра не очень хорошо подходит. Её лучше использовать, либо просеять. И всё взбиваем до нужной консистенции. Очень часто сыр твёрдый и сливки жидкие. И во время взбивания все брызги летят по всей кухне. Я беру бумажное полотенце, вот так прикрываю и начинаю взбивать. После того, как перестала брызгать, бумагу убираю, продолжаю взбивать по нарастающей скорости. Теперь все крема перекладываем в кондитерские мешки. Вот так вот. Теперь можно собирать наш торт. Берём подложку. Кондитерский мешок, который идёт уже с отверстием, я всегда ставлю клипсу здесь и клипсу сверху, для того, чтобы крем был внутри и не вытекал. Когда я его наполняю, когда сам кондитерский мешок наполняю крем. А вот такие вот, которые одноразовые и закрытые, просто одеваю на стакан, перекладываю крем и сверху только клипсу. Возьмём поворотный столик, так будет удобнее. Небольшое количество крема на дно, для того, чтобы торт хорошо держался на поверхности. Аккуратно прижимаем и выкладываем равномерно крем. Коржи достаточно солнечные, их не пропитываю, плюс крем-чиз также очень сочный. Сильно не прижимаем, чтобы крем не повытекал вовнутрь. Дальше кладу портовую ленту, для того, чтобы выровнять торт полностью. И продолжаем дальше. После того, как мы собрали наш торт, беру вот так вот белый ганаш и немножко внутри промазываю, для того, чтобы внутренность, которую мы будем начинять, чтобы изолировалась. На этом этапе вправлю торт немножко в холодильник на час, для того, чтобы вот эта внутренность стабилизировалась, которая есть внутри, чтобы застыл крем, то есть ганаш. Итак, после того, как торт постоял некоторое время в холодильнике, мы можем добавлять вовнутрь начинку. Начинка может быть любой, то есть сыпучей. Я хочу использовать немножко конфет ММДМС. Несколько безешек добавить. Сначала вот посыпку. Вот у меня есть вот такая вот посыпка. Также вот такие вот посыпки добавим. И несколько безешек. Промазываем опять слой крема. Сверху накрываем последним бисквитом. Накрываем пищевой пленкой. Накрываем сверху ровной поверхностью. Я использую разделочную доску. И аккуратно проступкиваю по поверхности, выравниваю поверхность. Тогда торт получится более ровный, только не очень сильно, чтобы не повырязал в бисдекре. И отправляю опять на несколько часов на стабилизацию в холодильник. Итак, торт простоял несколько часов в холодильнике, стабилизировался. Будем делать черновую обмазку кремом. Делаем обмазку достаточно тонким слоем, только для того, чтобы прикрепить все крошечки, которые есть. Так как финишную обмазку мы будем делать цветными кремами. Итак, черновую обмазку я сделала. Теперь убираю торт в холодильник для того, чтобы схватился этот верхний слой. Итак, после того, как крем стабилизировался, он не оставляет никаких следов, будем покрывать финишным голубым цветом. Итак, после того, как торт выровняла, отправляю его опять на час в холодильник для того, чтобы застыл верхний слой. После того, как торт простоял и стабилизировался, будем делать второе покрытие розовым цветом. Берем чистую лопатку и аккуратно выравниваем. И возвращаем обратно в холодильник. А теперь мы будем наш торт декорировать. Для начала надо придать пол нашим медвежатам. Мальчику приклеим голубую бабочку, девочке розовую. Приклеиваю все на белый шоколад. Дальше хочу декорировать вот этот вот розовый бортик. В ложке у меня здесь есть алкоголь. Добавляю гандурин и вот так аккуратненько прохожусь по краюшку бортика. Сильно на крем не нажимаем легкими движениями. Кисточка должна быть недостаточно мягкой. Дальше нам надо прикрепить наши медвежата. Для этого я использую растопленный белый шоколад, чтобы они хорошо сидели и никуда не двигались. шоколадные буквы. Как приготовить такие буквы, как темперировать белый шоколад, видео есть у меня на канале. Ссылку оставлю в описании. Дальше выкладываем ягоды. Ягоды надо будет закрепить немножко на крем, чтобы они при транспортировке не разлетелись в разные стороны. и можно добавить несколько веточек. Все ягоды и веточки я предварительно помыла. И вот такой вот милый тортик у меня получился. также можно добавить вот такие вот брызги. Так как большой торт мы отдали заказчику, то вот такой вот маленький я приготовила для того, чтобы показать, какой он в разрезе внутри. очень мягкий торт получается, очень сочный вот такой вот вот такой вот он получается внутри. Все начинка, которые есть, высыпается после разреза. И мы видим, кто у нас будет. Все то же самое можно сделать, только с розовым цветом. Розовую посыпку взять и добавить розовый краситель в коржи. и хочу показать, какой получается нежный этот торт. Смотрите. Даже могу вот так вот нажать и он прям тает. Очень влажные сочные коржи и нежный крем. Очень вкусный, нежный. Очень хорошая идея, очень вкусный торт. Очень вкусный торт. Если хотите сделать такой торт просто для чайпития, для какого-то подарка или нейтрального цвета, то можно убрать красители и не вырезать серединку. Украсить по своему желанию и будет отличный, нежный, вкуснейший торт. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь и до скорых встреч.